Здравствуйте! 2016 год на Куйвышевской железной дороге объявлен годом пассажира. Как это отразится на перевозках? Насколько они станут доступнее, качественнее и мобильнее? Об этом будем говорить и в нашей студии начальник Куйвышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергей Антипенко. Здравствуйте, Сергей Иванович! Добрый день! Но прежде чем мы будем говорить о будущем, хотелось бы услышать об оттогах года 2015-го. Насколько пассажирские перевозки были эффективны, комфортны и доступны? Значит, 2015 год мы закончили с выполнением всех наших бюджетных показателей, которые нам устанавливает правление нашей головной компании. Но хотелось бы в связи с этим отметить, что мы, к сожалению, теряем количество пассажиров как в пригородном, так и в дальнем следовании. Это происходит по двум причинам. В дальнем следовании у нас в связи с непростой ситуацией на Украине, с Украиной, все поезда отпенены, которые курсировали из Куйбышевской дороги и проходили через нашу дорогу. Это порядка 10 поездов. Вот поэтому и в связи с этим имеется падение где-то процентов 9. И пригородные сообщения упали у нас значительно в связи с тем, что субъекты Российской Федерации заказывают то количество поездов, на которые у них выделены средства. Вот. Поэтому, говоря о выполнении показателей, они как бы выполнены и вроде бы все мы сделали. Финансовые в том числе, даже при том, что пассажиропоток сократился. Но если сравнивать у нас, мы всегда сравним с прошлым годом, то, вернее, с 2014 годом, то здесь, конечно, ситуация не совсем хорошая. Но есть такие объективные причины на это. А вы сказали еще, что в пригороде тоже ситуация ухудшилась, если можно так сказать. А это в связи с чем, что меньше стало пассажиров на пригороде? Пассажиров стало меньше, потому что мы отменили за 2015 год, в сравнении с 2014 годом, 48 поездов. Вот по Самарской области конкретно 8 поездов. Это поезда, которые курсировали между Самарой и Сызранью, скоростные поезда. Правда, один из них мы восстановили с 4 декабря. Ну и в этом году он тоже в заказе у нас есть. Я думаю, ну ситуация как-то будет выправляться. Вот в связи с тем, что у нас на 2016 год Самарская область, Минтран Самарской области заказал на 5-7 процентов больше, чем в 2015 году. Ну да. Интересно, как Куевшевская железная дорога реагирует быстро и мобильно на такие явления, как вот долговременные каникулы, которые новогодние. Может быть, увеличился поток как раз в это время? Вот что было организовано? Ведь это же можно использовать тоже. Да, значит, мы традиционно в новогодние, предновогодние, новогодние и рождественские праздники организовываем новые дополнительные маршруты по нашим основным направлениям. Это Самара-Москва, Уфа-Москва, значит, Самара-Санкт-Петербург, ну и так далее. Значит, в этом году было дополнительно подготовлено 20 пассажирских поездов на 118 рейсов. Мы подготовили дополнительно 261 вагон пассажирский. Перевезли в общем количестве 507 тысяч человек. Это немного меньше, чем где-то на 3 процента, чем за этот же период в прошлом году. В пригородном сообщении у нас курсировало 1452 поезда, вот с 1 по 10 число. Значит, это больше, чем в прошлом году, на 72 поезда. Значит, перевезли 189 тысяч пассажиров, в том числе 105 по Самарской области, по Самарскому региону. Это, кстати, больше, чем в прошлом году, примерно на 1 процент. Да, ну туристическое направление внутри страны будет развиваться, и, наверное, вот это тоже можно использовать, потому что люди поедут на поездах. 4 января нами был назначен дополнительный поезд Самара-Котлас, это на родину Деда Мороза, Великий Устюг. Вот мы перевезли порядка 3,5 тысяч пассажиров, значит, туда-обратно. Вот, и я думаю, всем понравилось, и такие поезда будут назначаться и в 2016 году. А как вы оцениваете качество своих перевозок, мнение пассажиров, как учитывается, мониторинг проводится какой-то? Да, конечно. Значит, все... Жалоб больше, чем в благодарности за прошлый год, или нет? Жалоб больше, на 4 процента. Ну, мы не жалобы, мы называем, а обращение. Обращение пассажиров на 4 процента больше. Ну, в основном это связано с отменой пригородных поездов, это примерно процентов 30 было в связи с этим. Мы, кстати, вы помните вот эту всю эпопею, когда дошло до президента страны, и он в конце прошлого года очень жестко потребовал восстановить. Поэтому мы 7 февраля все отмененные поезда, естественно, совместно с субъектами, мы их восстановили. Поэтому жалобы вот на конец года, они, и обращения, они уменьшились. То есть, каждое предприятие, мониторинг, те обращения, которые поступают, это будет то дирекция железнодорожных вокзалов, федеральная пассажирская компания, пригородные компании. На основании этого вырабатывается мероприятие, как мы называем, корректирующая мера вырабатывается, и выполняются те или иные просьбы пассажиров, которые вот к нам обращаются. Поэтому, я думаю, тем более, вот вы назвали, что у нас 2016 год, год пассажира, значит, мы сейчас составляем такие объемные, хорошие мероприятия по всему спектру вопросов, начиная, как себя будет пассажир чувствовать на вокзале, в поезде, значит, при покупке билетов, ну, чтобы он почувствовал... От и до, да, от и до, чтобы он почувствовал, что действительно год пассажира, который мы объявим публично, он объявлен уже, что это не просто слова, а что это действительно какие-то изменения, которые произойдут в лучшую сторону. Поэтому вы такой шаг сделали серьезный, запустили двухэтажный поезд, и вот уже отзывы были пассажиров, понравилось это, а в чем там плюсы? Вот кроме того, что там больше помещается пассажиров, еще что? Ну, я не знаю, это совершенно новый подвижной состав, вот я в нем проехал 21 числа до Москвы, значит, он дизайн выполнен, значит, единственное, что вот не совсем там хорошо на сегодняшний день, это некуда положить багаж, хотя для этого выделены отдельное купе, значит, я так думаю, это маловато. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы еще выделялись места для багажа, а в основном это, ну, новый и большой шаг вперед. Да, вот есть вот такой современный поезд, там есть инновационное удобство, вот Wi-Fi, допустим. Конечно. Есть? Значит, есть Wi-Fi, значит, подзарядка телефонов, есть телевизоры в каждом вагоне, купейный СВ, то есть это... А пока такой один только поезд, да? Да, пока поезд один, он ходит по направлению Самара-Москва, самое востребованное наше направление. Значит, кстати, такой поезд в целом на сети пятый, всего лишь вот их до сегодня пять. Вот с первого февраля будет запускаться еще один поезд Самара-Санкт-Петербург. Тоже двухэтажный? Тоже двухэтажный, да. Ну, если разговор на эту тему зашел, значит, скажу, что согласно бюджету правительство Российской Федерации выделило для ВАО РЖД, а конкретно для федеральной пассажирской компании, порядка 20 миллиардов рублей, которые будут из расходов в основном на покупку двухэтажных вагонов. Там, по-моему, 74 вагона планируют закупить, значит, которые будут курсировать на ряде направлений. Значит, мы перед собой задачу ставим, такой поезд в скором будущем запустить в Адлер. Ой, как хорошо. Чтобы курсировал поезд Самара-Адлер, значит, 2016, 17, 18, вот не получится, а вот дальше, я думаю, мы к этому подойдем. А время в пути еще не просчитывали до Адлера? Вот сколько это будет? Потому что сегодня это долго, вот если честно. Значит, время в пути мы планируем сократить где-то часов на 6-8. Ой, это уже существенно. Давайте вспомним, как был запущен двухэтажный поезд Самара-Москва и посмотрим сюжет. Для семьи Колесовых 3 декабря – дата долгожданная. Покататься на двухэтажном поезде особенно хотела дочка Лена, и родители решили сделать ей подарок. Просто узнали, что будет такой рейс, и спонтанно взяли билеты. Специально, да, ездим посмотреть Москву на этом поезде. Места, конечно, выбрали на втором этаже и остались довольны. Полки мягкие, над каждой светодиодной лампой есть кнопка вызова проводника. На второй этаж ведет небольшая лестница с поручнями, довольно крепкими, с двух сторон, всего 8 ступенек. Наверняка многим интересен вопрос, какая высота у потолков. Для примера, мой рост 165 сантиметров. Если вытягиваю руку, потолка я не касаюсь. В составе такого поезда 8 купейных вагонов. Есть места для инвалидов. Двухэтажные поезда – это замена устаревшему плацкарту. Разница в условиях большая, но существенно на стоимости билета это не отразилось. Цена билета минимум на 30% дешевле, чем в купейном вагоне одноэтажного исполнения. И она почти приближается к плацкартному вагону. То есть пассажир в качестве получает ненамного переплатив. Запуск таких поездов стал возможен благодаря поддержке государства. Из бюджета перевозчику частично компенсируют расходы, поэтому цена билетов остается доступной. Вот такой пример сотрудничества правительства, компаний, банков позволяет реализовывать вот такого рода проекты. Мы в этом году реализовали с помощью нашей программы порядка 8 проектов в транспортном комплексе на общий объем около 85 миллиардов рублей. Направление Самара-Москва стало пятым маршрутом для двухэтажных поездов. Первый запустили еще в 2013 году. Если обычный поезд перевозит 400 человек, то двухэтажный в два раза больше. Мы существенно увеличиваем транспортные емкости для предоставления услуг железнодорожного транспорта. И на этой основе в последующей этапе мы будем работать по сокращению времени в пути между Самарой и Москвой. Двухэтажный поезд Самара-Москва будет ходить ежедневно. Время в пути 15 с небольшим часов. Куйбышевская железная дорога всегда была социально ориентированной компанией. Скажите, пожалуйста, для маломобильных граждан что делать? Какие у них возможности путешествовать и куда-то ехать в другой город? Что для этого делать? Для маломобильных групп населения в каждом нашем подразделении разработана отдельная программа. Естественно, то, что построено, мы достраиваем. Там всевозможные пандусы, новую плитку для слабовидящих укладываем и так далее на пассажирских платформах. А все новые вокзалы, которые мы строим и ремонтируем, мы уже закладываем все для маломобильных групп. Это и санитарные комнаты, это и кассы, где можно купить билет. Это на вокзале Самара установлены таксофоны, чтобы колясочник подъехал и мог воспользоваться этим таксофоном. То есть это целая такая огромная программа, которая каждый год что-то делается, и мы ее постоянно корректируем, дополняем и так далее. Что касается железнодорожного сообщения Самары с другими крупнейшими городами, вот очень востребованный, я знаю, Самара-Тольятти такой маршрут. Вот какие-то перспективы есть по этому поводу? Особенно вот Самара-Курумыч-Тольятти, тоже много пожеланий от пассажиров, чтобы вот вовремя попадать и удобно и быстро. Ну вот действительно вы хороший вопрос задали. Значит, два города в Самаре, в Самарской области, это Самара, город-миллионник, и Тольятти, там 700, по-моему, 20 тысяч проживающих. На сегодняшний день, значит, курсируют две пары поездов. Время в пути 2 часа 30 минут. Вот не совсем удобно, и пассажир, который едет от Самары до Тольятти, их не особенно много. Вот поэтому мы предлагаем и работаем в настоящее время с Министерством транспорта Самарской области, вместе с Самарской пригородной компанией, чтобы ускорить этот поезд, эту поездку. Вот мы разработали расписание, за 1 час 33 минуты можно доехать, вот, как говорится, не вкладывая больших денег. Но, правда, из 30 остановочных пунктов мы планируем оставить только 5, вот, и считаем, что пассажир воспользуется и увидит это все. Значит, сейчас данный вопрос решается с Минтрансом, и, я думаю, в ближайшее время мы вот эту проблему решим. А вот интересно, может ли железная дорога как-то отреагировать на ситуацию, которая складывается в городе? Вот, допустим, у нас очень долговременная реконструкция Московского шоссе, да, предусмотрена до, там, 2017-го, по-моему, 2018-го года. Вот вы как-то можете поучаствовать в процессе, чтобы эту ситуацию снять напряжение хотя бы? Да, конечно, все это в наших силах, как говорится, но здесь должен выступать заказчиком субъект, значит, мы с ним работаем плотно, подсказываем иногда. Ну, первое, вот вы затронули вот эту тему, значит, у нас на сегодняшний день Московское шоссе в реконструкции, поэтому жителям добраться из поселка Крутые Ключи, или, как мы его называем, Кошелев-Проект, значит, проблематично. Поэтому на сегодняшний день назначен дополнительный поезд, увеличено количество вагонов в действующих поездах, которые ходят на участки Жигулевского моря, Самара и Курумыч-Самара. Вот, я думаю, что в дальнейшем нужно будет увеличивать еще количество поездов. Такая возможность имеется, подвижной состав имеется. Я думаю, эта проблема будет решена. А вот такие направления, как Крутые Ключи, Кошелев-Проект, вы сказали, Южный город. Вот у нас есть вопрос от телезрителя, который он заранее уже задал. Его интересует такой маршрут Ягодная-Красный Крежок. Вот это вот насколько реально, вот в перспективе. Да, Ягодная-Красный Крежок, мы ее называем, данный проект, городская электричка, потому что два вот этих населенных пункта, они находятся в черте города, города Самара. Такую работу ведем. Также с Самарской пригородной компанией и Минтрансом подключили департамент транспорта города. Вот встречались мы с руководителем данного департамента. Я думаю, в ближайшее время он будет реализован, вот так как нас просто жизнь заставляет. Значит, дороги у нас не особенно новые строятся, а количество автомобилей растет постоянно. Поэтому нас просто жизнь заставит, значит, воспользоваться дополнительно вот данным поездом, данным направлением, и он будет востребован. Вот еще такой был маршрут, тестовая поездка электропоезда «Ласточка». Тоже такое приятное название. Маршрут Самары-Саратов. Да. Он будет дальше, потому что протестировали, а дальше перспективы какие? Да, значит, мы работаем по данному вопросу, это по программе развития, программы «Дневной экспресс». Значит, в прошлом году… Это говорит о том, что днем только будет курсировать, да? Да, мы считаем, что «Дневной экспресс», когда пассажир может доехать из Самары, например, в Саратов, и вернуться в этот же день обратно, он будет пользоваться какой-то популярностью. Вот, ну, вот первый поезд мы запустили в 2000… В прошлом году, по-моему, 28 апреля, это Самара-Пенза. Значит, если раньше он ходил, поезд ходил на данном направлении за 6 часов 30 минут, то сейчас он ходит за 4.40, вот с 13 декабря за 4.20, и в перспективе мы перед собой ставим задачу доехать за 3.55. Вот, значит, очень это нравится нашим пассажирам. У нас остановки по станциям Чапаевск, Сызрань, это что касается Самарской области, дальше Ульяновская область, Новоспасская, Ключики, Пензенская область, Кузнецк и дальше город Пенза. Вот о чем вы сказали. Значит, мы сейчас прорабатываем также вопрос по назначению, следующий этап по назначению поезда в рамках Дневного экспресса Самара-Саратов. Мы протестировали, значит, электропоезда «Ласточка». Да-да-да, а давайте посмотрим сюжет, потому что наша съемочная группа как раз выезжала на место. Посмотрим, а потом продолжим разговор. В Самару эта «Ласточка» прилетела из Санкт-Петербурга. Как и положено осенью, птица быстрого полета отправится на юг, в Саратов. В первой поездке предстоит проверить, как она будет вести себя на довольно извилистом пути. Младшая сестра Сапсана удивляет высокими технологиями, делится машинист Олег Богданов. Чтобы освоить технику управления, он прошел специальные курсы у немецких специалистов. Кабина «Ласточки» как центр управления полетами. Этот поезд очень умный. Он может ездить как на автоведении, на круиз-контроле может ездить, как обычная машина может задать ему скорость, и он будет ее скорость поддерживать. Что в тяге поддерживать скорость, что в торможении. Внутри вагона даже привычного стука колес не слышно. Первое впечатление – «Ласточка» буквально взлетает. Движение поезд начинает плавно и практически бесшумно. Комфортно обещает быть вся поездка. В салоне установлены мягкие удобные кресла. Но главное удовольствие от пути – прекрасный вид на волжскую природу через огромное панорамное окно. За хорошую погоду в вагонах отвечает система климат-контроля. Но главное достоинство «Экспресса» – его скорость. Она может достигать 160 км в час. К тому же не надо менять локомотив в Сызрани, что занимает обычно 40 минут. В итоге в Саратов «Ласточка» прилетает за 5,5 часов. На 3 часа быстрее, чем самый скорый из имеющихся поездов. Саратовцы запуска «Экспресса» очень ждут. В Самару ездят довольно часто. И лишнее время тратить на дорогу не хотят. Я ездил к сыну в Самару. 6 часов за рулем. Лучше 5 часов в поезде, конечно. Я ездил на Самару. Все-таки ночью ехать скоростной – это лучше. Мне Самара вообще понравилась. Это большой, очень чистый город. Очень большие дороги. Вообще я люблю Самару. Мне нравится. Она очень чистая, очень хорошая город. И люди там хорошие. Это нужная вещь, очень интересная. Самое главное, чтобы вам проект удался. «Ласточка» действительно не похожа на привычные поезда. К примеру, чтобы попасть в вагон, не нужно ждать, пока двери откроются. Все решается одним нажатием на кнопку. Новый состав должен стать частью программы «Гивной экспресс» на Куйбышевской железной дороге. Развиваются мультимодальные перевозки. То есть пассажир, обратившись в кассу, в железнодорожную кассу, может купить одновременно железнодорожный билет на поезд и талон на автобус по установленному маршруту. Это достаточно интересная программа, все для удобства пассажира. Приживется ли «Ласточка» в Самаре, покажут результаты дальнейших испытаний. В планах пусти «Гивной экспресс» еще до Саранска и до Уфы. Приятно удивил сюжет. Столько новшеств, особенно кабина машиниста. Это уже в таком традиционном понимании ее не воспринимаешь, вот как раньше. А что за производство, интересно? Кто вот эти вагоны производит? Значит, вагоны производит «Сименс». Это немецкая компания, германская компания. Но сейчас «Ласточка» у нас выпускает совместно предприятие на Урале. И, конечно, мы увидели совершенно новый поезд. Это наше настоящее и будущее. К сожалению, их пока мало курсирует. Вот я хотел добавить, что у машиниста есть специальное табло. Но если, когда происходит какой-то сбой в работе вагона, значит, там загорается номер вагона и указано, где эта неисправность находится. То есть это вот дает устранять неисправность, если она выявится за какое-то короткое время. А меня поразила кнопка на двери вагона, которую можно нажать и уже не нужно ждать, когда кто-то там что-то опустит, какие-то лестницы. Да, совершенно верно. Это на новых вагонах и на пассажирских, и на пригородных. Вот такое новшество. Можно выйти и в поезд зайти через вот данную кнопку. Сергей Иванович, а как развиваются сервисы? Вот, допустим, быстрее купить билет. Вот, ну, в прошлое время вспоминаем проблемы очереди, там, нехватка, особенно в такие сезоны пиковые. Сегодня как меняется ситуация, как поворачивается железная дорога к пассажиру через интернет? Еще что-то новое есть? Значит, ну вот вы сказали через интернет. Вот 2015 год мы продали каждый третий билет через интернет. Ух ты! И люди? 33% от всех. Современные. Да, от всех проданных билетов, это через интернет. Конечно, сейчас все продвинутые, у всех есть ноутбуки, компьютеры, там есть другая техника. Это же очень удобно увидеть, сколько мест. Значит, не надо ехать куда-то на вокзал. И сейчас, кстати, на вокзалах значительно уменьшилось количество пассажиров в связи вот с этим. В кассах, вот у кассы даже. В связи с этим я хотел добавить, что каждый житель, каждый пассажир, будущий пассажир должен, если он задумал какую-то поездку осуществить, должен строить свою поездку. И все должны знать, что если проездной документ закупается заранее, покупается заранее, то он значительно дешевле, чем перед тем, как уехать. Вот приведу примеры, посмотрю свою шпаргалку. Вот, например, вот смотрел сегодня утром. На сегодняшний день наш поезд номер 9, Самара-Москва, купейный вагон стоит 4243 рубля. Дорого. Если сегодня купить билет на 25 февраля, то есть за 40 суток, то этот билет будет стоить 3247, то есть на 1000 рублей меньше. Вагон СВ сегодня стоит 9430 рублей, а за 40 дней, если покупать заранее, 7000, то есть на 1500 меньше. А чем это выгодно железной дороге? Вот почему такие преимущества? Мы тем самым считаем, что это у нас есть система динамического ценообразования, запущена в работу, и мы считаем, что если будет покупаться заранее, ну то есть мы видим, что пассажир покупает билет, вагоны востребованы, сколько вагонов нужно планировать заранее, сколько готовить проводников и так далее. Ну заглянем еще в более дальнюю перспективу, многие самарцы, почти все самарцы, конечно, ждут 2018 года, и много планов строится. Вот как железная дорога в этом поучаствует? Чего нам от нее ждать? Какие перспективы? Я думаю, что это, конечно, уже обсуждается. Да, конечно, это обсуждается. Значит, на сегодняшний день на уровне ОАО РЖД создана рабочая группа по рассмотрению данной ситуации. Значит, у нас на дороге, вот мы тоже создаем такие группы. Значит, ну здесь ситуация следующая. У нас попало это два города, Самара и Саранск, где будет проводиться чемпионат мира по футболу. В Самаре будет 6 матчей, в Саранске будет 4 матча. Значит, когда мы уже эти цифры знаем. Значит, промониторено примерно в день, когда будет состояться матч, мы должны встретить 9 тысяч пассажиров. Для этого мы должны назначить 10 пассажирских дополнительных поездов. Значит, мы проработали данный вопрос. Как их принимать, знаем. Где будут отстаиваться вагоны, знаем. Кстати, правительством Российской Федерации принято решение, все поездки будут осуществляться бесплатно на пассажирских поездах. Билетом будет служить вот этот билет на матч. Поэтому готовимся к этому. Значит, наши вокзалы, по каждому вокзалу Самара и Саранск созданы и утверждены планы транспортной безопасности. Конечно, понимаем, что сейчас творится в мире. В соответствии с данными планами будет закупаться система безопасности, которая... Мы будем отсеивать пассажиропотоки по прибытию, по отправлению. В общем, такая работа ведется. Я думаю, все будет хорошо. А наш такой великолепный уже железнодорожный вокзал как-то будет еще меняться к этому времени? Или там уже все закончено? Или что-то какие-то перспективы тоже есть? Великолепный железнодорожный вокзал будет меняться с точки зрения транспортной безопасности. Там будут дополнительно установлены камеры, видеокамеры. Там будут дополнительно установлены интроскопные системы, которые проверяют багаж, как в аэропортах. По периметру они будут ограждены. По периметру. То есть туда без какого-то контроля ни один человек не попадет. Это действительно очень важно, актуально в наше время. С точки зрения безопасности. Ну, естественно, что касается дополнительных билетных касс, если понадобится, мы их будем... Но там уже к тому времени, наверное, уже не треть через интернет, а больше людей будет покупать билеты, поэтому... Мы это ожидаем, да. Да, это очень хорошо. Сергей Иванович, у вас есть свой любимый маршрут железнодорожный? Я думаю, что вы, как железнодорожник, любите и можете путешествовать, воспользоваться. Мой любимый маршрут, когда у меня не было автомобиля личного, это был Самара-Старосемейкино, у меня там была дача, поэтому я все время ездил по этому маршруту. Но после приобретения автомобиля я, конечно, пользуюсь автомобилем. Понятно. Вот видите, как поворачивается. Вот еще такой вопрос. На 2016 год перевозки пригородные уже сформированы, и заказ, да? То есть это уже вот мы не увидим ничего нового получается, открытие новых маршрутов? Нет, я же вам сказал, чтобы точно уже знать. Я думаю, что с 4 декабря мы назначили ускоренный поезд Самара-Сызрань. Этот же поезд, он перешел и на 2016 год. Сейчас можно доехать до Сызрани за два часа, обратно вот у нас час пятьдесят. Ну, мы будем и в Сызрань, чтобы где-то час пятьдесят. Это значительно быстрее. Ну, на автомобиле, вот если кто ездил, значит, ну, два с половиной часа, наверное, надо ехать. Через Самару только будешь выезжать, не знаю сколько. Вот, значит, новые маршруты, но они не новые, как бы, а дополнительные, это будут вот на участке Самара-Курумыч. Самара-Курумыч. Значит, направление полхвистневого киноля пока остается на том же уровне, что и в прошлом году. Понятно. Ну, выяснили, потому что действительно очень актуальная вот пригородная вот эта вот вся схема для Самары в связи с дорожной ситуацией, все, что происходит. Хочется пожелать. Значит, мы готовы, мы готовы на все. У нас есть пригородные поезда, электропоезда, у нас есть возможность проехать. Поэтому, ну, будет заказ. Да, хорошо, чтобы вас услышали, да, чтобы был заказ и чтобы все это было реализовано. Спасибо огромное за то, что пришли в эфир, проинформировали наших пассажиров о настоящем и будущем. Спасибо и вам за внимание. До следующих встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»